Политические новости сегодня в Киеве в основном из Верховной Рады. Там должны рассмотреть указ президента Порошенко с призывом к ООН и Евросоюзу развернуть на Украине международные миротворческие силы. Ну и кроме того, зарегистрирован президентский же законопроект об увеличении численности украинской армии до четверти миллиона человек, примерно 50%, если сравнивать с данными на начало прошлого года, которые приводит ТАСС. Все это на фоне падения гривны, а также роста долгов по зарплате, например, шахтерам. Макар Руденчик продолжит. Барабаня касками по асфальту перед дверями парламента в Киеве, горняки сегодня требуют выплатить долги по зарплате и поддержать их отрасль. Многие шахтеры уже доведены до отчаяния, им нечем кормить семьи. Люди месяцами не получают заработанные деньги. Власти издеваются над нами. Они как будто бы не понимают, что не выплачена зарплата за декабрь, январь. Здесь находятся горноспасатели, которым не выплачивали зарплату еще с августа прошлого года. Если мы будем молчать, это будет продолжаться. Более тысячи человек со всех регионов Украины требовали стабилизировать экономическую обстановку в стране. Не только шахтеры, но и обманутые вкладчики и рабочие Южмаши пикетировали здания правительства, а потом вернулись к парламенту. В Верховной Раде сегодня состоялось внеочередное заседание, на котором обсуждают поправки к бюджету. Депутаты начали заседание с минуты молчания в память о Борисе Немцове, убитом 27 февраля. Лидер радикальной партии Олег Лешко заблокировал трибуну, требуя отставки главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Ни один кредит МВФ нам не поможет, пока Национальным банком будут руководить мародеры, которые валят курс гривны. В итоге отчет Нацбанка по социально-экономической ситуации в стране решено было выслушать в пятницу. Сегодня же правительству было куда важнее провести поправки в закон о бюджете в соответствии с требованиями МВФ. Бюджетная политика в очередной раз ужесточается. При этом деньги, полученные от Международного валютного фонда, пойдут не на социальные или военные расходы, а на реформирование экономики. Об этом прямо заявил премьер Яценюк. Мы не можем и не имеем права направлять этот кредит на то, чтобы увеличивать пенсии, зарплаты, содержать вооруженные силы. Это ответственность правительства, ответственность государства. Этот кредит будет использоваться для погашения внешнего долга, проведения экономических и структурных реформ. Другая часть кредита идет в золотовалютные резервы Национального банка Украины. Лейтмотив выступления премьера. Украинцам надо еще более затянуть пояса, чтобы получить кредит МВФ, который поможет спасти экономику. Кое-кому из депутатов даже показалось, что этот кредит стал для правительства самоцелью. Мне кажется, что это правительство перепутало приоритеты. Вместо того, чтобы заниматься стабилизацией экономики, все силы брошены на получение очередного кредита МВФ. Они не понимают, что ни один кредит не спасет неработающую экономику. Тем временем в эффективность вливаний от МВФ не верят даже опытные экономисты. Такие, как бывший заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко. Займы МВФ никоим образом не работают на экономике Украины. Их дают ровно столько, что пройдет предыдущие займы с увеличением суммы задолженности. Все. Никоим образом это не касается о том, а по каким правилам работает внутри. Эти правила дают возможность развиваться экономике или нет. Она может продуцировать то, чтобы отдавать долги или нет. Идет колоссальное разрушение и финансовой системы, и денежной системы, и курсовой, и экономики в целом. Тот масштаб цен, который восстановится на уровне этого, он не даст возможности работать. Мы еще перейдем к БАК. По мнению экспертов, реформы в угоду МВФ в первую очередь ударят по самым незащищенным слоям населения. Светлана Корниенко получает пенсию 1600 гривен, а за коммуналку платит 900. Очень тяжело. Во-первых, сейчас ничего мы не покупаем из обуви. Там было еще когда-то куплено обуви, сейчас все экономится. Покупаются продукты и коммуналка. Продукты тоже раньше колбаску покупали, а теперь раз в месяц купила, все, хватит. Закупка продуктов в Прок уже стала нормой для многих украинцев. Пользуются спросом дешевые крупы, сахар, соль, чай. После рекордного обвала гривны в стране начался массовый продуктовый ажиотаж. В ряде супермаркетов даже ввели ограничения на количество отпускаемых товаров в одни руки. По мнению лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, такие меры лишь усиливают панику, а невмешательство государства стало свидетельством того, что ситуация выходит из-под контроля властей. Украину лихорадит. Валютный ажиотаж, продуктовая паника, бензиновый бум. Шутка ли сказать, за год евроинтеграционных реформ национальная валюта обесценилась почти в четыре раза. Многокурсовость, введенная Национальным банком, возрождение черного рынка, валютные спекуляции – все это привело к поистине историческому обвалу гривны. Получит ли Украина такой необходимый кредит МВФ – вопрос пока открыт. Тем временем о неумении украинских властей находить выход из сложных экономических ситуаций сегодня пишут европейские СМИ. Так немецкое интернет-издание Welt Online называет власти Украины слабыми и неспособными провести структурные преобразования для получения помощи. Эксперты Washington Post провели свои подсчеты и выяснили, что реальный уровень инфляции на Украине достиг 272%. А британская BBC назвала украинскую гривну одной из самых обесцененных валют в мире. Уже существенно подорожавшие в прошлом году тарифы на ЖКХ ждет очередной мощный скачок. А теперь предполагается, что цена за газ поднимется на 280%, а на отопление – на 60%. Иначе кредитов не видать. Макар Уденчик, Ольга Хитрина и Наталья Литовка. Первый канал.